Всем привет! Сегодня я хотел бы поделиться просто полезной информацией о переходниках для светильников, бра, люстр и чему-то подобного. Существует два вида переходников, один из них продается без упаковки, по крайней мере в моем случае. Вот так вот прям. Переход с миньона на обычный патрон, то есть Е14 на Е27. И продается вот в таком вот пакетике, на нем кстати так и написано, переходник Е27 Е14. Распаковываем. Он, конечно, по размеру гораздо компактнее, ну вот из-за того, что здесь с большого в маленький. Получается весь механизм фактически в цоколе. Это переход с Е27 на Е14, на миньончик. Удобство этого всего добра в том, что давайте поглядим на вот таком маленьком макете. Это представим, что светильничек у нас или бра, ну или что-то в этом духе. У нас стоит патрончик Е27, большой. Нас это не устраивает. У нас, допустим, по какой-то причине, там, ну не знаю, вам виднее, вы хотите поставить миньоны. Может быть лампочки у вас там дешевле в городе продаются, миньоны энергосберегающие или там светодиодные, или еще какие-то, не знаю. Ну, мы берем, просто вкручиваем переходничок. И все. И в это отверстие уже мы ставим не большую лампочку, а маленькую. Ну, кстати, как-то криво. Вот. Получается вот такое вот добро. При вот таком переходнике высота меняется, я бы сказал, очень незначительно. То есть, прирост общей длины относительно вот этого всего расстояния совсем-таки небольшой. Что не скажешь, когда мы используем переходник миньон. Вот патрончик сам миньон. Когда мы вставляем лампочку, вставляем переходничок, вот видите, сколько он. Вся длина фактически, это и есть вот этот прирост, то есть гораздо-гораздо больше. И уже в него мы будем вкручивать сюда уже только простую лампочку. Не миньон, а здоровую. Давайте проверим, что это все работает, соответственно. Вот, я включил патрон мини. В него вкручен переходник и вставлена уже лампочка здоровая. Щелкаем наш рубильничек. Раз. Так. Как бы так, чтобы меньше светило. В общем, все работает. Единственное, что если у вас вдруг по какой-то причине не будет гореть, видите, насколько плотно вот здесь соединение закручивается впритык, то, возможно, вам придется вот тут юбочку чуть-чуть краешек подрезать, маленечко, что может контакт недоставать, но либо попытаться просто отогнуть их. Но если это не помогает, то вы просто подрезаете. То есть, вот в этом удобство конкретно. Теперь мы просмотрим, давайте на примере, не такой маленькой, а вот, допустим, у нас светильник. У него здоровый патрон, но мы хотим, опять же, по какой-то причине поставить миньон. Мы, опять же, вкручиваем переходник. Я говорю, вот с этим переходником проблем меньше. Он гораздо компактнее. Ну и ставим лампочку поменьше. Вот. Тоже все работает, все горит. То есть, единственное условие, сразу уточню, что данные переходники сделаны из такого, абы какого, соответственно, материала. В плане вот этих жестяночек, иначе их не назовешь. Даже фольга больше, чем жестяночка. Ставить лампочки только, я считаю, энергосберегающие, либо светодиодные. А если лампочки простые, с нитью накаливания, то тогда слабенькие. Потому что такие патрончики долго обычно не живут. Так что берите себе на заметочку. Единственное, сразу уточню, данные переходники можно, кстати, для чего еще использовать. Если у вас стоит вот такой вот длинный узкий плафон, вот здесь у него был патрон здоровый, то есть под большой патрон. Но вы хотите в такой виде неудобно ставить, можно поставить переходничок под миньончик. внутрь, и получится отлично лампочка. То есть вот с такими плафончиками узкими и длинными можно использовать данные переходники. Что этот, в принципе, что этот. Но если у вас вот такой бздрический, то у вас лампочка будет аж за километр. Она будет вот так торчать. Я думаю, это будет полное убожество. Поэтому данный вариант подходит переходники только для глубоких, либо вот таких, либо как тот здоровенный плафон. Ну там стекляшка, что как хотите его назовите. Если видео было интересным, не забудьте поставить мне лайк. Конечно же, поделиться этим видео со своими друзьями. Вдруг им пригодится. Обязательно подписаться на мой канал. Будет еще много интересного, ну и либо полезного. Все. Всем спасибо. Пока.